друзья приветствую вас на своем канале меня зовут наталья сегодня у нас будет последняя часть по вязанию джемпера женский базовый джемпер напоминаю подробный мастер-класс на канале есть отдельно плейлист джемпер женский метель там есть все части по его вязанию подробно рассказываю со схемами как те какие расчеты делаю все там есть сегодня мы с вами разберем рукавчики один рукав я уже связала и второй рукав мы будем вязать с вами вместе так и теперь давайте покажу то что у меня связалась вот такой рукавчик связался так я его сделала но таким довольно широким как бы и не сильно и в принципе в меру сейчас по размерам скажу видно да вот здесь вот по низу что как бы он тут присобранный такой получился мне такая моделька нравится такой дизайн очень симпатично смотрится на руке так и давайте по размерам ширину он у меня получился вот здесь где у нас подрез вот это вот часть самая широкая значит 16 с половиной сантиметров и вот здесь я вот здесь по мере то что тут я уже убавки не делала здесь посмотрим 14 то есть на два с половиной сантиметра он получается сузился у меня по длине если брать от подреза и до резинки так подреза и до резинки примерно вам назову мой размер 39 сантиметров но здесь конечно же все индивидуально вы будете в процессе вязания на себя примерять и уже вашу длину делать манжетик я сделала небольшой буквально 12 рядов и он у меня четыре с половиной сантиметра получился так ну вот основные наверное параметры по размерам убавками мы сейчас процессе вязания когда начнем его вязать по убавкам буду все говорить посмотрите вот такой подрез получился очень аккуратно и здесь у первого бабочка у меня уже идет там 2 дальше пошла очень аккуратный подрез как такие подрезы аккуратно и делайте тоже я вам все показываю там в мастер-классе в одной из частей все это есть итак давайте приступим к вязанию 2 рукава что нам нужно сделать для начала мы берем спицы которыми вязали основное полотно спицы номер три и нам нужно вот эти все петли переодеть будем начинать как бы набирать поднимать петли вот где у нас подрез середина подреза здесь у нас будет начало ряда что нам для этого нужно сделать нужно взять дополнительную спицу и сейчас половина петель мы скинем на дополнительную спицу половина у нас уже пойдет сразу на рабочей спицы но давайте буду все подробно показывать и вот смотрите начинаем распускать вот эту дополнительную нить до как на которую мы набирали подрез начинаем распускать и параллельно поднимаем петли я уже начала его распускать вот она первая петля я ее поддеваю и дальше распускаю вот эту вот ниточку аккуратно чтобы у нас ничего не потерялась так вот распустила первая петля у нас на спицы также потом поступаем со второй петлю поднимаем тут аккуратно все распускаем и сейчас половина петель таким образом нужно будет вот на эту спицу половина петель подреза одеть половина петель отдела спицу отодвигаю беру теперь спицы которыми мы будем работать и продолжаю остальные петли уже одевать вот на эти спицы то есть мы получается вот сейчас переоденем да тут середины без подреза девочки середина подреза начнем вязать про вяжем про вяжем про вяжем и закончим вот этими петлями переодетыми чтобы мы на серединке оказались поэтому я как бы вот таким способом это делаю и начинаю дальше распускать поднимать следующие петли и так подняла оставшиеся петли подреза теперь нам нужно поднять петли вот здесь как бы между подрезом и теми петлями которые у нас на дополнительной нити у нас есть промежуток но тут нужно аккуратно поднимать смотрите если мы первую петлю поднимем у нас здесь конечно же дырочка вот такая будет поэтому мы будем поднимать петли с предыдущего ряда брать то есть вот отсюда вот она идет косичка лицевая петля и мы с вами вот эту вот душечку вот так поднимем будет все здесь ровно и еще одну также вот здесь можно вот и на лицевая петля идет вот эту вот петлю поднять и у нас здесь когда провяжется вот это место будет здесь все ровненько теперь нам нужно переодеть петли с дополнительной нити все на спицу так что нет немножко запуталась сейчас вытяну вот просто мы их переодеваем ниточку вытаскиваем следующую одеваю ниточку вытаскиваю и ну тут это легко все я надеюсь вы тут справитесь как-то нет туговато получилось сначала но сейчас переодену вот вторая петля переодела все и пошла сейчас все петли я переодену на спицу и встретимся вот здесь с вами итак я переодела все петли вот они переодетые теперь здесь нам нужно также поднять две петли вот получается до подреза да вот петли все переодела также две петли давайте поднимем вот здесь вот с предыдущего ряда можно петлю взять и вот здесь все и переодеваем вот эти первые петли которые мы с вами с подреза одевали на дополнительную спицу тоже сюда их переодеваем теперь у нас все петли на одних спицах вот так это получается буду вязать по кругу способом и джи клуб и вот у нас начало вязания здесь теперь присоединяем нить беру нить и вот здесь серединке и и присоединяю так все просто привязываю кончик уже этот не запрячем все привязала и начинаем вязать первый ряд все ряды я себе записывала чтобы мне второй рукав идентичный связать то есть это у нас начинается первый ряд начинаем вязать также лицевыми петлями и первый ряд нужно внимательно здесь вот обращать внимание как петли стоят как их нужно провязать вот смотрите если все хорошо и петля хорошо стоит мы ее просто вот лицевой вяжем вяжем довязываем до довязываем до регланной линии получается я сейчас 4 петли провязала вот она регланная линия идет петля от нее и вот эта петля которая у нас как с подреза до идет я их вместе 2 провяжу переодену стенками вот так вот вот так чтобы они располагались стеночки развернула и 2 вместе провяжу здесь будет более плотный такой получится переходик и никакой дырочки не будет девочки надеюсь фокус есть все и дальше пошла вязать лицевыми петлями то есть это мы сделали одну убавку получается на регланной линии сейчас мы будем вязать все петли по кругу до следующей регланной линии до этого же места там нам нужно будет также сделать одну бабочку и все себе помечаем что в первом ряду у нас делается две убавки на регланных линиях давайте первый ряд с вами провяжу вот сейчас я вижу первую спицу разделила на две спицы вязания да как при мэджи клубе мы вяжем обычно и вижу нет способ нравится очень удобно вязать рукава можно связать если умеете сразу два рукава на одних спицах да но есть тоже разные мастер-классы но я в этом мастер-классе вам показываю по отдельности все разворачиваю вязание начинаю сейчас связать вторую со второй спицы петли эту спицу я вытягиваю и пошла вязать вот сейчас довяжу до следующей регланной линии там также нам нужно будет убавку сделать дальше я вам потом покажу как я делаю следующие убавки они будут все одинаковые поэтому один раз покажу и расскажу в каких рядах делала и по какому принципу как я вообще для себя определяю какие где мне нужно делать убавки сколько просто вам дальше расскажу его уже будете длину сами вывязывать выгонять сколько вам нужно до манжета так вот довязываю до регланной линии тут тоже мы смотрим петли поднимали чтобы все у нас аккуратно получалось вот петля регланной линии и следующая петля с подреза также переодену здесь можно слева направо справа налево провязать тут в принципе это особо заметно не будет я вот так вот провязываю в этом месте мне так больше нравится две петли вместе и довязываем петли подреза так петли подреза это был первый ряд получается мы провязали сделали 2 у бабочки так теперь я вам покажу записи свои вот смотрите первый ряд и убавка в местах реглана так девочки я наверно вам забыла сказать у меня на спицах 79 петель всего после того как я все петли подняла и подрез и боковиночки по 2 до все петли 79 петель забыл вам предсказать значит первый ряд убавки мы сделали дальше мы будем вязать 2 3 4 5 6 ряды просто по кругу лицевыми и в седьмом мы уже сделаем убавку правильную как я буду делать на протяжении вязание всего рукава вот в седьмом ряду мы с вами встретимся и я вам на этом примере все дальше покажу так я провязала получается 6 рядов 7 ряд и начинаем делать убавки теперь убавки будем делать в начале и в конце ряда то есть вот начинаем вязать первые две петли убавляем круг провязываем и последние две петли убавляем как бы мы это делать так начале ряда будем делать убавку вот эти две петли вводим них спицу слева направо сразу в 2 и провязываем две вместе все сделали здесь убавку и дальше пошли вязать лицевыми петлями по кругу до последних двух петель вот я довязала до последних двух петель мне их нужно развернуть правильной стенкой чтобы петли вот так располагались на спице и правит провязать 2 вместе вот так буду будем делать убавки на протяжении вязания всего рукава так у нас значит получается связаны с вами 7 рядов не забываем отмечать и смотрим дальше убавки я делала в седьмом 18 29 40 51 62 73 ряды вот в этих рядах я делала убавки всего я провязала сто двадцать один ряд ну тут эта информация пока не нужна мы сейчас до резиночки с вами пока вяжем значит в процессе вязания я периодически на себя примеряла джемпер примеряю и смотрю ширину я сразу хотела чтобы рукавчик был широкий свободный поэтому я примерно смотрела какая свобода мне нужна и вот эту первую убавку я обычно так и делаю первую и вторую в первом ряду и в седьмом а дальше там уже регулирую меня получилось что через 10 рядов будут идти следующие убавки и примерно вот смотрела через 10 рядов сделала про померила посмотрела еще там два раза допустим через 10 рядов снова примерила посмотрела все меня устраивает когда я уже увидела что мне ширины достаточно не нужно убавлять просто выгоняла длину вниз и вот до этого места до того момента когда манжет начинаем вывязывать поэтому тут все индивидуальное я никогда не пользуюсь никакими формулами раньше пользовалась и по факту бы получалось не то что мне на самом деле хотелось теперь я стараюсь всегда в процессе вязания на себя примерять примеряешь и уже наглядно видно то что у тебя получается видишь что нужно тебе еще убавлять не нужно убавлять достаточно и уже сам можешь просто регулировать поэтому вот таким образом я вижу рукава так значит сейчас я получается провяжу 121 ряд всего 7 мы провязали уже и уже на резиночке с вами тогда встретимся и будем вязать уже тогда резинку с вами такое так и хотела показать вам еще вот это место вот смотрите видите как аккуратно получается нет никакой дырочки здесь ничего это вот в первом ряду мы с вами провязали две петли вместе вот регланная линия вот она сюда прям плавные пошло переходить все в рукав регланная линия из подреза по моему взяли петлю 2 вместе и здесь никогда не получается мне дырочки раньше я так не делала и в этом месте часто дырочка образовывалась теперь ее нет поэтому тоже вам рекомендую так делать все довязываю до манжета и встречаемся и так я довязала рукав вот он у меня полностью связан сделала все убавки которые мне нужны были и теперь нам нужно связать манжет так как я определила сколько петель мне нужно на манжетик я захотела манжет вот такой узенький чтобы он вот только рука проходила и вот такой эффект как бы такого среднего фонарика до получился но мне очень нравится как вышло поэтому на манжет я решила взять здесь спицы номер два поменьше и и что как я измерила смотрите я взяла кофту да вот джемпер засунула руку все по простому вот так и вокруг вот так вот как бы обвела да и посчитала сколько петель но сделала так немножечко посвободнее поскольку я тут вязала на два с половиной этот низ а я сейчас на двойке буду вязать рукавчик поэтому чтобы немножечко не угадать что спицы тоньше будут чуть чуть посвободнее вот маленечко так вот оставлю чтоб рука вот отлично проходила и посчитала у меня получилось что мне нужно будет на манжет по 32 петли сейчас после убавок у меня всего 63 петли значит 63 минус 32 31 петлю нужно убавить так и дальше что я делаю теперь я беру спицы номер два и буду убавлять примерно прикинула что нужно каждые две петли мне провязывать вместе резинка один на один то сейчас спицы достану резиночка 11 и сразу начинаю вязать первый ряд так девочки первый ряд и убавлять лицевой петли вот две петли первые я их сейчас разверну наоборот чтобы мне за заднюю стеночку убавлять вот развернула вот так они находятся на спицы и 2 вместе провязываю лицевой следующие две петли вместе провязываю изнаночной снова разворачиваю 2 петли и провязываю 2 вместе лицевой следующие 2 вместе изнаночной и все и вот так я буду убавлять чтобы у меня получилось 32 петли но понятно количество петель должно быть четным поскольку мы будем вязать по кругу манжетик продолжать и у нас резинка один на один должна быть кратно 2 вот таким образом сейчас я убавлю все петли и дальше буду вязать скрещенной со скрещенной лицевой резиночку как мы вязали до везде так сейчас посмотрю всего 12 рядов это первый ряд и всего 12 рядов провяжу и дальше закрою также как мы закрывали низ эластичным закрытием ну давайте я 12 рядов свяжу и еще раз напомню вам как закрываю я петли так и давайте наверно напомню как скрещенные лицевые мы вяжем на всякий случай вот она у нас лицевая петля вот так она развернута да я ее как обычно должна была вот так провязать мне так легко удобно но я должна провязать скрещенной то есть я буду вязать ее за заднюю стенку нам не перекрестится изнаночные как всегда вижу тоже за заднюю стенку по кругу и вот осталось у меня вот эта спица сейчас довязываю и будем вспоминать как закрывать петли так последние остались ниточки расслаиваются поэтому немножко сложновато так и закрываем вспоминаем как закрываем петли первую петлю помним снимаем не провязывая сначала дальше делаем накид если у нас изнаночная петля то мы так вот так делаем накид к себе делаем накид провязываем изнаночную петлю набрасываем этот накид так сейчас вот расслаиваются ниточки и сложно на весу набрасываем накид на изнаночную петлю и первую снятую петлю на нее набрасываем и дальше у нас лицевая накид от себя провязываем лицевую петлю набрасываем вот эту вот этот накид и набрасываем первую петлю и повторяем изнаночную накид к себе изнаночная петля накид набрасываем 1 петлю набрасываем и еще раз лицевая накидать себя лицевая петля накид набрасываем и первую петлю набрасываем и так сейчас я закрою все петли и в принципе все у нас будет готово так все я закрыла обстригаю ниточку спицы убираю что ними не мешали и вот так вот закрываю затягиваю все вот такой манжете получился теперь мне осталось спрятать кончик и помощи крючка и это делаю кто-то при помощи иголочки тут уже так как вы привыкли как вам нравится все и сейчас я вот по этой косички просто проведу так убежала до из кадрика вот по этой вот как душка ввожу крючок продеваю ниточку крючок ввожу продеваю ниточку вот как бы в боковую стеночку лицевой петли получается и вот так подальше сейчас заведу и все просто ниточку завяжу и обрежу вот можно принципе по всей резиночке провести по этим рядочка и будет уже здесь хорошенько все у нас спрятано так вот в последнюю сейчас веду ниточку раз слою ниточку раз слою так и завяжу окно узелок хорошенько все обстригаем нить и вот вот он манжетик наш готов рукавчики готовы вот они рукава мы с вами их связали да все и в принципе довязали джемпер осталось запрятать кончики и постирать я наверное еще сниму одну часть после вот его покажу его на себе расскажу уже полностью после вот его размеры все ну какие-то вот нюансы еще которые остались еще скорее всего такой части сниму на этом мастер-класс буду заканчивать надеюсь что информация была вам полезной и понятной подписывайтесь на мой канал ставьте лайки еще очень много всего интересного ждет нас впереди и всем до новых встреч пока пока